на вашем пути в качестве испытания. А испытание это то, что приносит вам боль, и у вас сыграется характерное волнение, которое толкает вас к обиде, на кого-нибудь сразу обидеться, выразить недовольство. А оно часто спрашивает недовольство с выраженным уже предварительно требованием, которое вы установили. И так как требования не реализуются, вы недовольны. Вот недовольство еще способно дальше повести уже к обиде, к озлобленности, к какому-то негативному выражению ваших нехороших чувств в отношении кого-то из ближних. Все, и начинается череда негативных ваших действий. И вы как разбойник начинаетесь. Назвавшись верующими, вы поступаете как редиски. Учитель, а если вот момент, когда вот эта боль, слабость какая-то возникает, и у меня идет недовольство такое тем, что я мало делаю, я мало могу чего сделать физически. Что именно делаешь? Ну физически какой-то работает. А значит это и не требуется. Ну ты же не можешь это сделать. А почему у меня вот это вот такое идет, сильное какое-то переживание, в ходе того, что я мало делаю, как будто, ну, не было больше. Ты можешь не сдаваться, почему. Это неизбежно связано с каким-то характерным твоим слабым состоянием, какой-то области твоего внутреннего мира. Вы не особо туда пробуйте заглянуть. Это на самом деле не так требуется. Потому что порой вы попадаете в иллюзию. Вам кажется, вы узнали, ага, откуда это идет, и теперь все просто. Вы с этим справитесь. Нет. Можно даже и не заглянув туда, откуда идет, вот этот источник рассмотреть, уже правильно приложить правильное усилие и сделать нужное, что вам требуется. Поэтому если это уже связано с какой-то слабостью, давайте смотреть. Вот у вас возникла ситуация, горящая какая-то, вам надо как-то правильно помести себя. Вот к примеру ситуация. Возникает недовольство, тебе его надо перешагнуть. Не поддаться недовольству. Вот главное это зерно у тебя сейчас в этих действиях, на сегодняшний день. Это ведь с собой возникает, что я мало делаю. Ты сразу посмотри, логично. Ты можешь сделать больше? Не могу. Значит, себя и не спрашивается. Ты лучше присмотрись в тот момент, особенно, когда ты действительно что-то могла бы сделать. Но говоришь, да нет, у меня болит, лучше я передохну. А чувствуешь, что могла бы. Есть еще силы. И вот это... Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Играет музыка. И вы чувственно с этим обстоятельством близки, то вы тоже это будете переживать, болезнь, это боль какую-то, вы будете переживать. Но в этот момент нельзя одновременно испытывать и боль, и благость. Это будет разное состояние. Поэтому если тебе придется погрузиться в какую-то боль, переживание, надо просто лишь в этот момент быть внимательнее к тому, что ты стремишься сделать. Как ты стремишься мыслить. Что ты стараешься сказать. Вот ко всему этому надо быть очень внимательным. Потому что сама боль, сложная атмосфера какая-то психологическая, она подтолкнет к чему-то, к тебе характерному. То есть то, что мы вначале сказали. У тебя проявятся какие-то желания естественные для тебя. И они могут оказаться неправильными. Вот тут надо присмотреться, что именно ты в тот или иной момент захотела сделать. Доступно ли, допустимо ли для верующих, для человека, устремленного к чему-то очень красивому, хорошему. Нормально ли сделать вот такой шаг, который ты вроде бы стремишься сделать. Так как боль тебя подталкивает это сделать. Если увидишь нормальное, оценишь это как нормальное. Ну что ж, сделай, оценишь, потом последствия, наберешься мудрости. Почувствуй, что ненормальное, то как бы тебя это не толкало сделать, остановись и не сделай. Вот это и есть путь, когда ты потихонечку, шаг за шагом, начинаешь приводить себя в порядок. Но это долгая дорога. В порядок приводить надо будет всю жизнь себя. И то можешь не до конца все провести. Здравствуй, учитель. У меня такой вопрос. Вот если есть какой-то объем работы, и эту работу можно выполнить быстро, не следя за своим состоянием. Или я сделаю, допустим, на треть меньше, но буду следить и стараться делать благости. Что тут выбрать? Смотря, для чего ты что-то делаешь. Если надо успеть к какому-то строку, иначе это может просто испортиться. Если ты сделал на треть, а потом никому не нужно. Оказалось. Ну, можно и поторопиться. То есть, смотря, к чему ты делаешь. Для чего? Но когда вы делаете какое-то истинное произведение, в котором призваны выложить все свои ценности, благостные, до которых вы до сегодняшнего дня созрели, то, конечно, это надо делать в хорошем настроении. Я стараюсь работу делать, насколько могу, конечно, в слиянии с тобой, параллельно. Это сложнее и дольше. Но я чувствую, что это мне помогает более качественно. И что за вопрос в этом случае? Нормально ли так делать? Ну, конечно, нормально. Ты же сам чувствуешь это. Спасибо. У меня плохая зрительная память на лица и имена. И часто, когда я встречаю людей, попадаю в неловкие ситуации, то есть я не узнаю человека и теряюсь. То ли мне честно сказать, что я его не помню, или лучше сделать вид, что я его знала, и потом уже в процессе разговора, так сказать, вспомнить, может быть. Как вот тут правильнее поступать? Честно поступить. Чтобы еще большую неловкость не попасть, в зависимости от того, что там дальше начнет развиваться. А вообще это можно развить потом, эту память, чтобы я все-таки узнавала людей лучше? Желательно развивать, конечно, сразу, с детства. Но пробу развивать, пробу ложась спать, перечислять все, что ты за день видела. Вспомнить каждую деталь. Все, все, все. Спасибо. И если можно, тоже еще один вопрос, который для меня не ясен. Вот у нас с мужем как-то зашел разговор, чтобы мы хотели... Ну, если я умру, первая, как бы я хотела, если он... Ну, я вообще всегда летать хотела, и вот мне казалось, это что-то будет такое. Ты посмотришь со стороны в этот момент, как он развеивает. Ну, тебе будет потом уже, все равно. Или вообще на этом не надо. Развеи на этом не что он делает. Или на этом не застрять, как он решит, так и будет. Конечно, на этом не обращаю на это внимание. Спасибо. Значимость даже в этом случае посмертно уже ищите на себя. Спасибо. Правильно я понимаю, что если дан человек как муж, то надо с ним обязательно выстроить отношения, я думаю, божественный, любовный, но не получается, если тот следующий, кого даст судьба, будет еще сложнее. В зависимости от того, как правильно ты предоставил тельные усилия. Если вы, составляя пару с кем-то в брачном каком-то союзе, стремитесь все сделать правильно, но ваш брак каким-то образом распадается, то тут определяться следующее, ваша вероятность какого-то соединения, будет исключительно из того, как правильно каждый из вас поступал в той или иной ситуации во время вашего совместного проживания.